Дорогие друзья, всем привет! Я всех приветствую в Канаде и сегодня мы с вами будем разглядывать сумочки-сумочки на зиму и осень, собственно говоря, пока на осень для начала. Ну и так, начнем с бренда Lagerfeld, который достаточно хорошо известен во всем мире и он не является таким особо люксовым, понимаете, при имени Lagerfeld у нас возникает ассоциация с Chanel. Но сам бренд Lagerfeld, он как бы не совсем вот тот вот люксовый бренд, который можно ассоциировать с фирмой Chanel, с фирмой, с брендом Chanel. Но, тем не менее, они довольно недешевые. Вот я вам показала вначале такие большие сумки с характерной такой белой простежкой, с характерной картинкой на фасаде, так сказать, сумки с портретом самого Карла. Хорошо. Цены я вам показываю, так мельком, не особенно останавливаются. Ну, я не знаю, если вас очень интересуют цены в Канаде, но все цены в этом магазине примерно сумок где-то 300-400 долларов, 250 до 500, вот так вот, да. Сейчас я подхожу к стенду компании Redli. Это английская компания, я очень люблю их сумки. Я вам часто их показываю, у них была большая коллекция, и вся с такими, вот знаете, интересными картинками, очень-очень интересный дизайн. Все вокруг собачек, каких-то цветочков, в общем, прикольно. Короче, ну вот сейчас почему-то к зиме что-то ничего нового не завезли. Все, что есть, это распродажа летней коллекции. Мне понравились вот эти вот сумки. Мне они нравились еще тогда, когда они были в коллекции, так сказать, весна-лето. И я стала их рассматривать, потому что мне вот, видите, я даже надела на себя, приложила, потому что мне показалось, что эта вот сумка такая вот с разноцветными такими заплатками, как будто бы кожаная, она очень-очень универсальная. Во всяком случае, вот она такого немножко стиля бохо, и мне кажется, ее очень можно носить абсолютно совсем везде и применять абсолютно во всех, во всех аутфитах. Переходим к сумкам Ralph Lauren. Тоже многие сейчас они на распродаже, практически все. То есть у меня такое впечатление, что вообще мало как-то сумок. У меня впечатление, что как-то к зиме, к осени ничего не завезли нового, а все в основном продается из летнего сезона, которое, в общем-то, все сейчас на распродаже. Но я вам хочу сказать, что вот эти вот сумки, они хоть и из летнего сезона, но их вполне можно носить и осенью, и зимой. Они такие нейтральные, ничего летнего такого особенно в них нету. Я даже больше скажу, что цвета такие больше даже зимне-осенние. Ну, посмотрите, такие темно-темно-коричневые, потом такой цвета Camel у нас-то называется, ну, такой горчичный, не помню, как он называется точно по-русски. Есть из ярких такие вот, потом попозже покажу, очень красивого оранжевого цвета сумки. Вот я решила приложить их к себе, чтобы вот вам лучше было видно, потому что одно дело сумка просто так лежит на прилавке, а другое дело сумка, которая надета на человеке. Так легче, удобнее понять ее размер, как бы, как она, вот, какая вот длина ручки, как она висит на плече. Вот я очень долго пытаюсь ее к себе пристроить, что-то она не очень удобная. Если честно, вот эти вот сумки с цепочками, я небольшой фанат по причине того, что... Или цепочка должна быть очень длинная, чтобы ее можно было надеть через кроссбоди, как кроссбоди, через плечо. Или просто должна быть обычная ручка. Потому что короткая цепочка, вот так вот просто на плече, она вообще держится очень плохо. Поэтому я, как бы, предназначение этой сумки не очень хорошо понимаю. Ну, есть много других. Вот, например, вот эти вот сумки. Это очень такой большой закос, я бы сказала, под бренд CELINE. У них есть такой CELINE BOX. Вот точно такой же формы сумка. Металлическая фурнитура, золотая или белого металла. И вот сумки Ralph Lauren, вот эти вот, они прямо повторяют, повторяют вот эти вот сумки CELINE BOX. Ну, в принципе, ничего такого, потому что они удобные, мне кажется, для носки. У них есть короткая ручка, длинная ручка. И, в общем, очень удобно их носить. Это тоже другой вид сумок. Вот про этот оранжевый цвет я вам говорила. Обычно такая базовая форма. Очень симпатичная. А вот эти сумки, да, это прямо вот остатки летних коллекций. Такая морская тема. Мне кажется, что такая, знаете, круизная коллекция. Будем так выражаться, как будто это какой-то люксовый бренд. Но вы знаете, Ralph Lauren – это не дешевая компания. Вы видите цены. Цены довольно-таки неслабые. Но это не люкс, конечно. Это такой мидл-сегмент, так скажем. И, в принципе, они довольно популярны у нас. Вот эти сумки, по-моему, это уже новая коллекция. Мне кажется, они не на распродаже. И тоже, да, новая цена. И тоже они мне напоминают немножко сумки CELINE, CELINE BOX. Вот такой вот формы. И в них есть очень удобный длинный ремешок из ткани через плечо и короткая ручка. И вообще дизайн симпатичный, минималистичный. И мне кажется, что подойдет абсолютно под любую одежду, под любой стиль. Это тоже такого типа стиля сумки, которые совершенно универсальные. Кстати, они все закрываются. У них есть замок сверху. Кого это волнует, кто ездит в общественном транспорте. Надо сказать, что в большинстве случаев в Канаде люди перемещаются на машинах. Ну, нет, не все. Конечно, люди в Торонто живут, в большом городе, конечно, ездят на метро, ездят на автобусе. Но вот пригород в основном это поездки на машине. Поэтому как закрытие сумки, чтобы она была хорошо закрытой и надежно закрывалась, не является такой большой проблемой у нас тут. Но, тем не менее, часто, если едешь куда-то на экскурсию, там куда-то в большие города, то, конечно, лучше иметь сумку, которая закрывается полностью. Или вот, например, вот такую сумку с накидным таким вот закрытием, который накидывается застежкой. И, в принципе, вот она тоже довольно хорошо закрывается. Вообще вот эти сумки, они очень удобные, на мой взгляд. Они очень универсальные. У них очень хороший размер, хорошие, знаете, хорошие цвета. Вот кроме оранжевого, пожалуй, оранжевый очень трудно куда-то вот применить в гардероб, потому что оранжевый цвет очень сложный для меня, мне кажется, на мой взгляд. Ну, вот эту сумку я держу. Она не оранжевая, она такая бордово-красная. На фоне моего красного платья она выглядит как красная. На самом деле она немножко бордовая, немножко в коричневый цвет. И вот именно форма и дизайн этих сумок, мне кажется, очень удобный, очень удачный. Эти сумки тоже Ralph Lauren, такие, знаете, вот мешочки тоже такой с цепочкой вместо ручки. Но в данном случае цепочка более удобная, потому что она длинная. Ее, да, можно одеть через плечо, как кроссбоди. А сама сумка, ну, вы знаете, я к таким вот сумкам-мешочкам отношусь довольно, ну, как сказать, не очень. Я их люблю. По той же причине, что вот когда ее нужно носить, фактически вот так вот расстегнута. Если вы ее собираете на эту вот завязку сверху, то это целая морока ее открывать-закрывать. В общем, не очень удобно. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне они не очень нравятся. Сама идея дизайна, ну, вот, как видите, она одевается вот так вот через плечо, кроссбоди. И, в принципе, у нее хорошая длина ремешка, и она вот так вот хорошо лежит. Она не очень большая, но довольно вместительная. Это сумки Mark Jacobs, вот, за 550 долларов. То, что я вам говорила, это, наверное, одни из самых дорогих сумок вот такого сегмента за 550 долларов. Вот эта сумка тоже довольно симпатичная. Единственное, что я не нашла в ней длинного ремешка, но я думаю, что он есть. Мне кажется, что он где-то внутри там заложен. Тоже удобный размер. Она не очень большая, но достаточная для того, чтобы поместить в нее телефон, ключи, кардхолдер, помаду и так далее. И очень хорошая такая расцветка, знаете, не яркая, не броская, а такая бежево-коричневая, довольно универсальная. Этот бренд, вот этот, то, что я вам сейчас показываю, называется Dune. Я не очень хорошо с ним знакома. Я знаю, что он присутствует в наших магазинах. Цена такая не очень большая, не очень дорого, не очень дешево. Дешевле, чем Lagerfeld. Но, в принципе, тоже сумка вполне себе такая неплохая. Видите, вот я тоже ее прикладываю. Здесь как бы с застежкой не очень. Здесь довольно, она такая просто открытая фактически. Только такой накидной замочек, накидная такая вот кусок, элемент такой кожаный перекидывается через верх сумки. И, видите, во всех них она довольно так не очень плотно застегивается. Там есть магнитик, вот тут вот, видите, в центре такой магнитик, на который можно ее застегнуть. Но, в принципе, по краям она совершенно открыта. То есть, если она у вас падает, то все, что внутри, может вывалиться на пол. Кстати, даже при поездках на машине, я вам должна сказать, что вот у меня такая сумка, у меня сумка с замком, но я ее никогда не застегиваю, потому что я езжу на машине, и мне неохота эту молнию туда-сюда крутить, вертеть. И поэтому она у меня всегда расстегнута. Когда она у меня стоит на соседнем сиденье, когда я рулю, иногда при резком торможении сумка падает, из нее таки, да, вываливается все на пол машины. Это очень неудобно. Сто раз себе давала слово сумку застегивать на замок, и сто раз забываю про это, и все время она у меня падает, из нее выпадает все, телефон, косметичка, в общем, кошелек, все это не очень хорошо. Но, в принципе, вот эти сумки, если не смотреть на застежку, то они довольно симпатичные. Кожаные сумки такого тоже минималистичного дизайна вполне подойдут на осень и зиму. Тоже ничего такого летнего в них нету, но размер небольшой, но они как бы вот... В них можно все-все, что нужно, положить. Ну и, конечно, вот куда же без этих плетенок, которые захватили нашу моду, наши сумки, наши подиумы и наши умы. За последние, наверное, лет пять, больше даже с легкой руки компании бренда Bottega Veneta у нас сейчас все плетеное. И обувь, и сумки, и вот эти вот сумки, это стилизация с таким... с узелком на ручке. Это тоже стилизация какой-то сумки. Я не помню точно бренд, но их тоже кто-то сделал из дорогих больших брендов. Это компания Only, она довольно дешевая. Сумки эти не кожаные, они из кожзама. Ну, как бы, если вам нужна какая-то яркая какого-то цвета сумка, какому-то аутфиту, то вполне можно ее купить и иногда и поносить. Стеганые сумки, это тоже, безусловно, тренд последних лет. Они есть... их сделали все компании. Вот эти стеганые сумки довольно удобные и такого хорошего размера, и, в принципе, симпатичные. И вот в продолжении продолжаются сумки компании. Компания, это тоже компания Only. Довольно бюджетные сумки, но, вы знаете, они довольно симпатичные. Вот эти мне понравились, с такой минималистичной, красивой такой застежкой. Не яркой, не броской, не очень большой, но в то же время она добавляет к сумке какого-то шарма. Сумочка маленькая такая на выход, недорогая, в принципе, можно ее вполне купить. И цвета вполне себе зимние. Вот кроме вот этих вот розовых. Розовые это больше лета. Но, вы знаете, последние годы, по-моему, вполне... Это как бы вот это различие стирается. По-моему, сейчас и белые сумки можно носить зимой. Почему нет, собственно? Кто придумал и кто сказал, что зимой нужно носить только черные, коричневые или какие-то мрачные цвета? Вот вполне можно носить сумки. По-моему, любых цветов можно носить зимой. И вот такие сиреневые, и какие угодно. Там такая ярко-зеленая стоит сумка. Вот эти тоже симпатичные. Они не дорогие, не кожаные сумочки. Но хорошая такая форма, держит форму. Хороший дизайн у них. Хорошо сделаны, такие аккуратненькие. Вот эти тоже. Вот это такие модные трендовые сумки. И сейчас мы переходим в большой-большой отдел компании ГЕС. ГЕС, ГЕС. Как хотите, называйте. Что я хочу сказать. Лет эдак 10 назад, даже больше, наверное, бренд ГЕС был просто вот в фаворе. Это была одежда и сумки, которые хотели все, все очень-очень их любили. Молодежь. Я знаю точно, потому что мои дети тогда были еще маленькие. У меня есть подруга, у нее дочка в то время была подростком. И я помню, что пойти купить что-то в ГЕС для нее это было самое такое вот, самое любимое занятие. И она очень-очень много носила одежды этого бренда. И сумок тоже. Они были очень популярны, довольно дорогие. Они и сейчас не дешевые, но как-то вот популярность их очень сильно упала, особенно среди молодежи. Некоторые более взрослые, так сказать, женщины, ну не молодежь, я имею в виду взрослые такого возраста, как я и младше, их продолжают носить, потому что помнят их из своей молодости, относительной молодости, их невероятную популярность. И многие до сих пор любят этот бренд, потому что помнят его с тех пор, когда они были молодые, и как они его любили. Я хочу сказать, что одно время у них очень резко упало качество и дизайн. Они просто полностью копировали всякие дорогие компании, типа Prado и Saint Laurent и так далее. Они и сейчас продолжают это делать. Как вы видите, вот эти сумки, это такой симбиоз, комбинация плетенок из Bottega Veneta и компании Prado, потому что вот этот вот треугольник с надписью GES, Prado выпускает точно такие же сумки, вот только там написано в этом треугольничке Prado, кошельки, сумки. Очень хорошо узнаваемый дизайн Prado. Издали можно даже подумать, что это сумка от Prado, но при ближайшем рассмотрении видно, что это GES. И я вот честно не очень люблю вот такое вот копирование практически стопроцентное дорогих люксовых брендов компаниями, которые, в общем-то, не очень дешевые. Вот тот же GES и тот же там Michael Kors, которые, в общем, не дешевые, совсем не дешевые сумки, но они полностью копируют люксовые бренды, ничего своего не вносят в дизайн. Кстати, я не нашла Michael Kors в этом магазине. Мне кажется, он не продается в этом магазине, у них есть свои отдельные магазины. Но, несмотря на это, вот я хочу сказать, что вот GES есть симпатичные такие. Вот смотрите, маленькая белая сумочка, вполне себе милая. Или вот такая сумка, знаете, такая подделка, скажем так, под спортивные сумки 80-х, 90-х. То, что сейчас очень в моде. И появились они снова в дорогих компаниях. И вот GES тут же их выпустил. Много, у нас очень много сумок GES, и я хочу сказать, их не очень-то покупают. Они всегда-всегда висят на распродаже довольно в больших количествах, потому что они не дешевые, а популярность их, в общем-то, сошла. Честно говоря, на улице я почти не вижу у людей вот этих сумок. Не хочу обидеть тех, кто любит этот бренд. У них есть вот симпатичные модели. Вот, например, вот это вот из ткани, вот такие вот большие шоперы, сумочки поменьше. Мне, правда, реально они понравились. Я хочу сказать, что последние годы, мне кажется, они как-то научились на своих ошибках и стали делать дизайн какой-то более интересный и более такой, знаете... Ну, в общем, интересный дизайн, и качество стало получше, мне как-то кажется. Так что не обижайтесь, лично мои приоритеты сумок GES, они не совсем. Ну, в общем, не очень я их люблю. Но, тем не менее, вот такое у нас сегодня видео. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Всех люблю, целую. Всем привет из Канады. Всем пока. Bye. Субтитры подогнал «Симон»!